Слава Богу, братья и сестры, дорогая молодежь! Мы благодарны Богу за эту возможность. После некоторого перерыва в этом плане мы опять имеем замечательное собрание такое общее. Смогли здесь собраться, в этом месте, в Новосибирске. Слава Богу! Конечно, все темы, которые сегодня есть, они хоть и в одном ключе, но очень обширные. Да и сам девиз всей нашей конференции, он затрагивает всю нашу жизнь и всю Библию, правда? Бога любить, ходить Его путями, служить Ему. И кто это будет делать? И мужчины, и женщины, правда же? Поэтому это тоже не выходит за рамки нашего общего стандарта, но я вам скажу, что она очень такая ответственная, эта тема, и серьезная для нас. Потому что все то, что пропагандируется, как уже было сегодня сказано, в мире, что сегодня навязывается как норма, как правило, так далеки бывают зачастую вот этого идеала. Вот здесь идеал, вот здесь основа всего заложена. И те люди, которые вникают в Слово Божие и берут его себе как компас, берут как ориентир в жизни своей, никогда не будут в проигрыше. Никогда. Христос даже сказал, что небо и земля, они имеют начало и конец. То есть, вот у них есть период своего существования. Придет время, их не станет. А вот это слово, оно останется. Ни одна иота, ни одна черта, ничего не пропадет с него. Все сбудется, все исполнится, можно сказать, до последнего. Так говорит нам Христос Сам. Итак, если говорить о мужчине и женщине, конечно, мы не можем обойти тут семью стороной. Это, наверное, больше как бы говорят на бракосочетании, да? О роли мужчины, женщины. Но вы знаете, что и сегодня нам, которые в браке состоят, вам, которые думаете создавать семью, не лишнее будут узнать, что же Бог определит для каждого из нас. Каково его намерение и план были изначально, творя человека. Правда же? Я помню, один брат на сочетании сказал такую фразу. Ну, конечно, все заулыбались. Он говорит, давая наставление, говорит, если бы не было моей жены, я бы еще больше сказал. Иногда нас что-то ограничивает, правда? Мы понимаем правильно, но понимая то, что у нас не хватает, может быть, где-то сил, где-то не хватает желания, мы себя ограничиваем. Мы себя ограничиваем. Говорим, вот еще бы чуть-чуть, еще бы немного. Итак, начинаем говорить о создании человека, как Бог сотворил. И здесь сказано, в пятой главе Бытие, два стиха читаю, первый и второй. Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя человек в день сотворения их. Так скажите, кто человек? Мужчина и женщина человек. А мужчина, значит, полчеловек. И женщина тоже полчеловек. А вместе они человек. Так Бог сказал. Мы читаем это в Слове Божьем. И я хотел бы немножко рассмотреть вот в плане вот этого Божьего творения по образу и подобию своему. В другом месте мы читаем раньше. Бог создал. Так в чем же оно проявляется? Как это видно? И три таких основных момента мы сейчас посмотрим, а потом конкретно коснемся каждой роли. Вот смотрите, Бог, создавая человека, сразу заложил у них общение. Правда? Бог заложил общение или нет? Скажите. Разговариваем мы, да? Понимаем другу. И первое то, что очень важно, это гармония в межличностных отношениях. Она должна быть выработана нами. Вы знаете, как звучат две любые ноты, которые не попадают друг с другом. Красиво, правда? Вот когда учатся играть, особенно дети, и вот они играют. Один мальчик говорит, вот я пошел в музыкальную школу, там на саксофоне, ни на чем играть. Я уже даже деньги получаю. Мне платят деньги. А за что тебе платят? Да вот сосед пришел, заплатил мне денег и сказал, ты лучше не играй. Я тебе буду платить. Плохо звучит, правда? Когда не строят в мелодии. И у кого слух хороший, тот слышит, как поют и говорит, ну что-то не так. Кто-то может играть на гитаре одно на расстроенной, а петь другое, ему ничего. Ну кто-то не может этого терпеть, потому что режет ему слух, правда? Так вот, Бог создал мужчину и женщину для гармоничных, межличностных отношений. Вы знаете, что когда Бог себя открывает, то Он показывает свое взаимодействие. И изначально мы читаем, что Бог сказал, сотворим. Что это значит? По крайней мере, не один, правда? Сотворим человека по образу нашему и подобию нашему. Конечно, здесь может возникнуть вопрос, если сказать, да, мы знаем, Бог в трех ипостасях или в трех лицах выражается. Но если мужчина и женщина, то только две личности, правда? Но и в этом есть тоже смысл. Потому что Бог выше человека. Он сказал по образу нашему, подобию нашему, но не сказал так же, в такой мере. И вот это единение, и как о единстве сегодня говорилось тоже, оно вот в этом общении проявляется. Говорят, что если человека совершенно, совершенно взять и изолировать от всех людей, он одичает просто. Человек не способен жить в одиночестве. Это не его среда. Ему трудно, ему тяжело. Его это томит, волнует, он переживает. Ну, естественно, одичает. Потому что ему надо разговаривать либо с самим собою, да? Либо со стенами, не знаю, с какими предметами разговаривать ему. Мы привыкли к общению, и Бог сотворил для этого общение. И в гармонии, понимая друг друга, уступая друг другу, может быть, поддерживая друг друга. Сегодня об этих вещах проговаривалось, но я немножко в ином ключе хочу сказать об этом. Это правда так. Бог все сделал прекрасно и замечательно, чтобы человек от этого испытывал тоже удовольствие, наслаждение, чтобы вообще не раскрывался его потенциал, который есть у него. Иначе как вообще одному определить свое состояние? Правда? Критерии будут не совсем объективные. Кто-то так мудро заметил и сказал, что глазами другого можно увидеть то, что делается на моем затылке. Я не могу увидеть это никак, если зеркала нет, правда? Но если есть кто-то другой рядом, он мне скажет, что там делается, и я буду в курсе, что там сзади меня. И вот эти отношения, порой люди не задумываются, как их правильно выстраивают. И они, от них даже там мяться, может быть. Но Бог хочет, чтобы мы в общении радовались и были довольны. Дальше Он сотворил нас в равенстве по индивидуальности и значимости. Знаете, когда говорят о том, что в Тройце не все как бы одинаковы, да, разделяют, что вот Бог Отец, Он выше всего, Он над всем. Но это справедливо, и мы коснемся еще в третьем пункте этого. Но здесь я хочу сказать, что нельзя сказать о Боге Отце, что Он только Бог, а Бог Иисус Христос, это не Бог, правда? Мы не можем так сказать. Бог Отец совершенный Бог, это да и аминь. Бог Иисус совершенный Бог, да и аминь. Бог Дух Святой, совершенный Бог, совершенный во всей полноте. И уже сегодня тоже прозвучало и сказали, то место, где Филипп получил ответ на то, что Он просил. Христос Ему сказал, я столько времени с вами, и ты меня не знаешь, Филипп? Видевший меня, кого видел? Отца видел. И Он не боялся это сказать. Мы знаем Евангелие, Иоанна, Он повторяет семь раз вот эту фразу «Я Иегова» или «Я сущий», что принадлежит только Богу и больше никому. Никто не вправе был присвоить себе этот титул или это звание. Это принадлежит только Богу. И это тоже все понимали. Потому иудеи, считая, что Он богохульствует, готовы были расправиться с Ним и побить Его камнями. Но Он открывал истину, что Он является настоящим Богом, являющим кого? Отца Своего Небесного. И Он много раз повторял, и Он говорил, что Я делаю то, что видел у Отца Моего, и Я не могу ничего другого делать, если Я не увижу Отца Творящим. Он показывал эту связь и зависимость и равенство Богу. И нам Писание говорит, Он не почитал для себя хищением быть равным Богу. Это было натурально, это было естественно, Он являлся по сути таковым. Но Он уничижил себя, и это сделал Он добровольно ради нас и нашего спасения. И смотрите, когда мы рассматриваем мужчину и женщину, род человеческий, да? То мы можем сказать, кто более ценен. Так и хочется вспомнить Маяковского, который тоже говорил, кто более матери истории ценен. Правда? Кто ценнее? Кто важнее? Мужчина или женщина? Скажите. Мужчина даже, да? Кто-то говорит, женщина. Давайте поспорим. Кто же ценнее? Мы знаем, что один без другого равно ничего не могут сделать. Правда? Ни мужчины без женщин, ни женщины без мужчин. Итак, мы видим из Писания, что Бог поставил по значимости и индивидуальности в равной степени мужчину и женщину. И он им нарек имя как? Человек. Он не сказал по-другому. Он сказал именно мужчине и женщине. Это человек. Поэтому мы не можем кого-то возвышать, кого-то унижать. И я помню, когда учился в школе, говорили, что вообще, говорит, религия унизила женщину, да, образа чуть ли не рабыни там, она вообще бесправная. Может, религия и да, какая-то, и так и сделала. Но Бог наш так не сделал. Бог сделал все правильно. Бог сделал все четко и вовремя, и на месте. Слава нашему Богу. Он дал имя человек. Он их по своему образу и подобию сотворил. И потому как мужчины, так и женщины, они по значимости пред Богом равны. И это открывает нам Новый Завет. И он говорит, что нет мужеского пола, нет женского. Во Христе все стало одно. Слава нашему Господу. Так, а в чем же разница между мужчиной и женщиной? А разница в третьем? Разница по роли и авторитет. Вот здесь как раз и видим разницу. Роль и авторитет между мужчиной и женщиной сразу становится явным. Потому что, смотрите, как Бог сделал все интересно. И вот такие пункты можно обозначить для себя. Даже до грехопадения Адам был сотворен прежде Евы, правда? Согласны с этим? Ева была сотворена как помощник Адаму. Правильно? Кто дал имя Еве? Адам. И Бог назвал человеческий род Адам. Человек. Человечество. А уже смотрите, змей, который постоянно пытается Богу что-то делать противное, кому обращается? К жене. А Бог после грехопадения к кому обращается? К Адаму. А почему? А Бог не знал, что Ева взяла первой? Мы говорим детям, и я помню, нам родители наши говорили, вот что ты не сделаешь, а Бог-то видит. Правда, Бог видит? Бог видел, что Ева сделала. Бог видел змея, Бог видел Адама. Бог все видел. От него ничего не было сокрыто. Но Бог обращается к Адаму. Почему? Потому что он его создал так, чтобы он был ответственным. И Адам, а не Ева представляла весь род человеческий. Но проклятие что сделало с ролями вот этими? Изменило их, преобразило. Дьявол сделал свое такое грязное дело, искусил человека и обманув его, вверг его в глубокую пропасть. Но, как я уже сказал, что во Христе Бог восстанавливает тот первозданный порядок, первозданные роли, и так должно быть. Так должно быть. поэтому мы понимаем, что вот эти все моменты, о которых я сказал, три момента, они важные. Межличностные, гармоничные отношения между мужчинами и женщинами, да? Потом, равенство по индивидуальности и значимости, и различия по роли и авторитету. Я не буду касаться того, что в Троице, потому что это займет время у нас. Мы посмотрим, все-таки, как Бог мужа вот обозначил вообще в Писании, да? Что Он Ему верил, как Он Его благословил. И исходя из того, можно сказать, обращения Бога к человеку, к Адаму, к Еве, мы видим, что Бог там обозначил вот эту главенствующую роль мужа в семье вместе с женщиной, чтобы женщина заняла подчиненное, можно сказать, такое положение. Но это подчинение, оно не то, что угнетает женщину, да? Или лишает ее права голоса, лишает ее, можно так сказать, даже мнения, может быть, своего. Нет, ни в коем случае. Но Бог, зная наши способности, на что мы способны, что мы можем выдержать, определил каждому свою роль. И в семье в том числе. Слава нашему Богу. Он сделал все правильно и ни в чем не ошибся наш Господь. Итак, какая же роль мужа? Первое, наверное, самое главное, да? Кто он в семье? Глава. Глава. А сестры любят говорить, а я шея. Туда поверну, туда голова и повернется. И вы знаете, неспроста они так говорят. Ох, как они крутят, бывает, да? Как вертят своими мужьями. Как бы муж не хотел, а будет так, как шея. Но неправильно. Неправильно. Глава семьи. Потому что муж есть глава жены. Апостол Павел пишет Ефесянам, да? В пятой главе. Муж есть глава жены. Но что это главенство обозначает? Как пришел, как стукнул по столу, да? Посуда запрыгала вся, не только на столе, а еще и в буфете там, или в серванте. И сказал, я в доме хозяин, да? А жена не знает, куда бежать? Нет, конечно. Главенство означает, что вся ответственность на семье ложится на мужа. Муж ответственный за все. Почему и Бог после грехопадения не искал там какие-то причины или следствия, да? А он обратился напрямую. Кому? Того, кого он уполномочил быть ответственным. И он к нему обращается и говорит, что ты сделал? Ну, мы знаем всю эту историю очень хорошо на память. Кого Бог хочет видеть еще в роли мужа в семье, да? Священника. Почему? Потому что каждый муж в своей семье он должен эту роль священника выполнять. Что нужно было делать священнику? Предстоять пред Богом, правда? За кого? За веренный народ. И мы знаем, что священники они приносили жертвы. Они ходатайствовали. Они заступали в лице Аарона. Вы помните, да? Когда пошло поражение, они заступали. Он побежал, этот уже дедушка, туда, где шло поражение. Скадильницы в руках. И написано, поражение прекратилось. Итак, Бог хочет видеть каждого сегодня мужа священником в своей семье. Христос и церковь. Христос есть первосвященник, правда? Наш Господь Иисус. Он что делает? И то, что должен делать самый хороший священник в своей семье? Удовлетворять нужной семье. Должен. В первую очередь. Это от него требуется. Вы знаете, было бы, наверное, очень смешно нам смотреть на такую семью, где жена говорит, так, пойду зарабатывать деньги, ты сиди дома с детьми. Или есть такие семьи? Наверное, есть, да? Я посижу тут с детьми, а ты иди поработай там. Наверное, нету таких. Вот. Все идут зарабатывать денег, мужчины, да, потому что надо обеспечивать семью, а жена в основном остается дома, и на ней ответственность за дом свой. Сам должен стоять в истине. Конечно, должен стоять в истине. А как он может стоять в истине? Пребывая в Слове Божьем, молясь Богу, да, поддерживая вот этот такой комфортный, можно сказать, уют семьи в плане того, чтобы предстоять с Богом и быть с Богом, направляет семью на путь правды. То есть он является источником всего. Иногда эту инициативу берут в семьях жены. Я видел таких и знаю таких, что они берут в свои руки это все. Потому что муж как-то он так, еще работать он, да, а вот священником быть как-то ему трудно получается. Но он должен это делать. Является добрым, любящим, жертвенным как для жены, так и для детей. То есть он должен понимать, что его цель и задача сделать так, чтобы всем было вокруг хорошо. А уж ему как получится. Не все мужья это принимают с радостью, а даже некоторые и не понимают этого. Они готовы требовать, они готовы только командовать, а вот пожертвовать. Кстати, о жертве это не то, что мы отдаем то, что у нас лишнее, это не жертва. Мы отдаем то, что нам самим хочется иметь или то, что мы имеем сами. Время ли это, силы ли это, что-то сделать. Мы могли бы кому-то поручить, но мы жертвуя делаем сами. Это очень нелегко и трудно. И как сказано, апостол Петр говорит, не господствую над наследием Божьим, но подавая пример. Это и в церкви, и это в семье. Как хорошо, когда муж является таким в семье. Он подает пример. Вы знаете, я замечал, что, наверное, и так оно и в церкви, и дома так же. Вот если надо картошку копать, а муж будет дома сидеть, много туда пойдет на огород, да? Олег, как у тебя? Ты выходишь на огород, у тебя семья большая? Да? Выходишь или дома сидишь, а дети выкопали картошку. Папа, сиди дома, мы пойдем копать. Они смотрят, папа пошел, ну, тогда уж приходится телефон оставлять, какие-то дела свои бросать. Ну, раз папа пошел, ну, куда ты денешься? Надо идти. Тут уж никак не получится как-то свильнуть, да? Пример. И вот этот пример, вы знаете, он больше действует на семью, чем наши уговоры, наставления. Они видят, что отец, он делает все сам первый. Ну, и, конечно, как отец, он должен проводить время с детьми, удовлетворять их нужды, жертвы даже своими интересами. Не тот образ мужа, который раньше рисовали в каких-то там газетах или журналах. Папа с работы пришел на диван и газету в руки, мама на кухне там, да? Ну, дети там своим занимаются. Конечно, нет. Надо проводить время, надо удовлетворять нужды, надо жертвовать своими интересами. Постоянство должно быть в выполнении обещаний, неизменность. Знаете, когда мы только обещаем, а не делаем, наше обещание становится, знаете, чем? А? Подскажите мне, чем становятся наши обещания? Горохом об стену, правда? А, знает, папа сказал не первый раз, мы это уже проходили, мы знаем, но мы должны выполнять обещания, будь то хорошие, будь то плохие, то есть должны все знать, если папа сказал, как закон медианы персов, неизменно, будет, если опоздала, все равно жди, все равно придет и настигнет, да? Вот, поэтому надо это делать так. Знать, что происходит в жизни детей, чем они живут, что они чувствуют, что их занимает, что их влечет. Знаете, если этими вопросами не интересуется отец, детям очень легко куда-то сквозануть, они быстренько найдут себе занятие, то, которое им нравится, это всегда так. И если отец не будет интересоваться, они попадают в плохие компании, а потом беда, потом слезы, потом горе, разочарование, и, конечно, не имея опыта, не будучи еще искушенными, могут попасть в разные такие плохие ситуации. Поэтому интересоваться, утешать, одобрять, поддерживать. Не все у ребенка получается, правда? Не все и не сразу. Все мы знаем эти поговорки, которые говорят, что первый блинкомом и все прочее. Но в эти минуты надо вот этого ребенка твоего, будь то сын, будь то дочь, поддержать и сказать ничего, еще попробуй, получится. Я помню, когда в армии служил, был коптерщиком, и старшина мне говорит, надо вырезать там большие были окна, разбились стекло, вырезать надо. Я говорю, я никогда стеклорез в руках не держал, я не умею. У нас стекла, говорит, много, научусь всем. Знаете, вот мы должны тоже поддерживать. Ничего страшного, не получилось, пусть даже, может быть, это ущербно, но ты попробуй еще. Никто с первого раза так легко все не воспринял, правда? Ну, есть так, что получается. А в основном надо опыт приобретать. А где ты его приобретешь, если ты не будешь делать? Поддержать, ободрить, сказать, не переживай. Вот когда маленькие дети учатся ходить, как там с ними поступают? Упал и говорят, ну все, еще месяц не будешь пробовать ходить, правда? Нет, так никто не говорит. Тут же его обласкали, сказали, ничего, ничего, давай, давай пробуй еще. И руки ему протягивают, и садятся друг против друга, чтобы ребенок делал эти шаги. Так же? Так. И так и дальше с детьми заниматься, вникать, понимать, и ободрять, и поддерживать. Обеспечитель. 1 Тимофеев 5,8 говорит, если же кто о домашних, особенно о своих, не печется, то что? Хуже неверного. Такой человек хуже неверного. Значит, надо заботиться, надо переживать, и надо все делать так, чтобы было устройство во всем. Я понимаю, не все могут быть очень богатыми, не все могут быть, ну, очень достаточными такими, но самый минимум, он все равно сегодня доступен, правда? Не надо о большом мечтать, о большом думать, но необходимое, то, как мы можем жить, должно быть, нами все сделано. Пусть поможет нам в этом Господь. Доверять Богу. Написано, надейся на Господа всем сердцем твоим, и что? И не полагайся на твой разум. Оказывается, очень легко заблудиться нам, когда мы полагаемся на свой разум, правда? И многие это испытали и пережили. Поэтому мы доверяем Богу. Сегодня об этом много было сказано. Верность и любовь к жене должна у мужа быть. Ну, конечно, а как без этого? Без этого никак. Но, смотрите, не только верность в том, чтобы не изменять, а в чем еще верность? Быть главой. Быть главой. Это тоже верность. Удовлетворять все потребности нужно, конечно. Слово Божие нам говорит, мужья, любите своих жен. Как? Как Господь, церковь. Как Христос, церковь. И предал себя за нее. Не знаю. Ну, это, конечно, не тестовый вопрос. А если бы так бы в самом деле пришлось сказать или жена твоя, или ты вместо нее? Наверное, многие бы мужья подумали, лучше, наверное, второй раз жениться. Да? А? Братья? Или нет? Или бы решились на такой отчаянный шаг занять ее место и умереть за нее? Подумают. Я вам расскажу, слушай, брат один рассказывал, и он говорит, почему так бывает в жизни? Приехали не в чужой город совершенно, далеко от дома своего, и говорит, пока жена там на кухне, а нам, говорит он, я его первый раз вижу, он рассказывает, какая у него плохая жена. И там он ее уже разобрал по косточкам, по винтикам. Я уже, говорит, не выдержал, сказал, говорю, слушай, тебя на мыло надо. Он, говорит, смотрит на меня так. Да ты, говорит, взял бы и свою жену плечи расправил, а если, говорит, мало, еще и пиджак расстегнул бы так и закрыл бы, чтобы даже никто недостатка ее не увидел. Она, говорит, на кухне уже которое время, а ты нам рассказывай, какая она плохая. И все, говорит, он замолчал и больше нам слова не сказал. То есть, любить, как свои тела, это может быть нелегко, но хотите, любите, как Христос возлюбил церковь. Авторитет. Вы знаете, что авторитет, его нельзя купить, правда? Его можно только заработать или заслужить. Авторитет, это рассматривается во времени. Если мы будем выполнять все те функции и обязанности, возложенные Богом на нас, он у нас будет. Если не будем, нигде мы его не возьмем. И никто нам его не одолжит. Сказано в притчах в 31 главе, вы помните все эту главу, наверное, и братья, и сестры. Написано, что муж ее известен у ворот. Но я вам скажу, это не его заслуга, а ее. Вот как бывает. Ее заслуга, что муж известен у ворот, потому что она все успевает сделать. Я не говорю, что он беззельник. Знаете, беззельник у ворот только там где-то попросить что-нибудь, или выпить на халяву, там может быть и есть. А там собирались люди, которые значимые были в городе у ворот. Их знали, и знали, кто такие. Вы помните, Иов говорит, что когда я приходил, то все вставали, а юноши прятались и убегали. Во был человек, правда? Значимый, авторитетный. И если будем мы так вести себя нормально, то тоже будем иметь авторитет. Должны проявлять твердость характера. Ну, это мы понимаем. Но это не в том плане, что я так сказал, и теперь меня не перепрешь. А достигая чего-то, добиваясь чего-то, мы должны здесь быть мужественными и твердыми. Так Бог говорил когда-то Иисусу Навину. Будь твердым и мужественным, не страшись и не ужасайся, ибо с тобой Господь. Мы должны смотреть на все вещи очень спокойно, зная, что Бог с нами, Бог за нас, и с Богом у нас никто ничего нам плохого не сделает. Благоразумное отношение к жене. 1 Петра 3 глава, 7 стих. Так же и вы, мужья, благоразумно обращайтесь с женами вашими. Зачем? Чтобы не было препятствий в молитвах. Благоразумное отношение, это значит, там сказано оказывать честь как с нацененцем благодатной жизни, да? Это значит ее уважать, ценить и делать все самое лучшее для нее, для своей жены. Это Бог тоже помогает нам. Не сходить ее недостатком и не быть суровым. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Можно быть суровым и требовать, и требовать, она потом в конце концов уже падает и говорит, ну все, хоть убей, я уже больше ничего не могу. Это суровость. Так нельзя. Как свое тело? Мы себе скидки делаем, правда? Мы и можем какое-то одолжение себе сделать, но вот так как себе, так и ей, в равной степени. Помогать в ее нуждах духовных, эмоциональных и физических. Конечно, надо помогать и участвовать. Я помню, у нас брат один был в гостях и он говорит, что как-то так на него нахлынуло такой прилив нежности. Я пришел так, жену она там посуду моет, обнял и говорит, я так тебя люблю. Она говорит, мою руку так раз в сторону, говорит, помой посуду. Правда, любовь, она не на словах, она на деле проявляется. На деле. И если мы в самом деле любим, то мы будем и это замечать, и видеть, и помогать, и поддерживать. Поможет нам Господь. Беречь от несвойственных ей природе и характеру занятий и дел. Вот вы знаете, иногда муж так свою жену загрузит, как говорят, по первое число. И она вот этой информацией, он уже давно забыл про это все, она не может это никак пережить. Не надо ее нагружать и посвящать во все вещи. Особенно, может быть, даже и в церкви обидели тому же, сказали что-то оскорбительное слово. Ну и что? Корона слетела. Или ты уже так совсем раскис от этого. Да не говори ничего, пусть она не знает. Потому что ты там в процессе работы, служения, где-то все, и забыл это все. Она будет это помнить, она всегда на этого человека будет смотреть с подозрением. Потому что он посягнул на ее мужа. Что-то сказал плохое. Значит, он что-то задумал. Значит, что-то есть. Не нагружайте. Не надо нагружать. Она более слабый сосуд и не выдержит этой всей нагрузки. И вам потом будет беда. Ценить достоинство и значимость жены, не скупясь на похвалу. Вот с этим всегда в основном у мужчин проблемы. Когда жена что-то хорошее сделала, ну, редко, наверное, кто скажет, ой, дорогая, но сегодня как никогда. правда? Что вкусно было? Она спрашивает. Ну, нормально. Все. Вы ей в самое сердце попали. Только ножом. Надо сказать. Да, но сегодня как никогда вкусно. Вот так еще не было. Она захочет вам еще больше сделать, правда? Цените. Не скупитесь. Это нормально все. Прощать, быстро разрешая конфликты и признавая свои ошибки. И с этим проблемы у братьев тоже есть. Свою ошибку признать очень трудно. Знаете, есть такое правило негласное. Кто первый просит прощения? А? Кто Богу ближе, правда? Кто-то первый просит прощения. Не важно о степени вины. Да я меньше виноват, чем она. Ну и что? Ну и что? Ну и что? Ну корона же не спадет с тебя. Ты останешься главой. Никто у тебя не заберет твоих достоинств. Поэтому поможет Господь нам вот так поступать. Ну и коротенько еще. Назначение жены в семье. Первое мы сказали помощница, да? Помощник соответственный. Значит, она поддерживает мужа в его начинаниях. Правильно? Сестры, так нет? Поддерживаете мужей своих? Или говорите Ай, опять у тебя не вышло. Ну неудачник. И за кого я замуж пошла вообще? Правда? Знала бы раньше, никогда бы не пошла. Нет, неправильно. Поддерживаете. Вдохновляйте. И молитвенно благословляйте. Это будет и вам хорошо от этого. И он при вас, знаете, будет как? Он скажет, о, моя жена всегда за меня. Она горой за меня. Она всегда со мной. Помогайте раскрыть мужу все его лучшие способности. Точно так же, как муж хвалит жену, так и жена должна хвалить мужа. Ну, не как кукушка и петух, конечно, но примерно в этом направлении. Все равно надо хвалить, потому что не будете этого делать, будет беда. Он будет думать, ай, ничего не получается, руки будут опускаться, и он будет только думать о себе, что все у него плохо. поднимать его значимость. То есть, говорить в семье, детям, папа там все, он сделает все правильно, все будет на месте, все как положено, да, и в обществе. Ну, мама она, да, сказал Бог так, что она будет мамой, она будет рождать детей, и это тоже благословение. Ни один мужчина этого сделать не может. Ни один. А женщины запросто, правда? Хранительница домашнего очага, тоже с 31 главы, наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест слепо праздности. Какие же такие у нее еще хорошие качества есть? Первое, послушание мужу, да, жены, поминуйтесь своим мужьям, своим мужьям, написано Ефесинам. Так? Мудрая жена, да, она устрояет свой дом, она мудрость имеет, она умеет понимать мужа и удовлетворять его потребность. То есть она понимает, что необходимо сейчас, именно в данный момент. И она очень мудро подойдет. Как не вспомнить Абигею? Вы помните, что это была женщина очень умная, очень рассудительная. Она спасла своего мужа от неминуемой гибели, правда? Но, конечно, Бог там вступился и все расставил на свои места. Женственность. Сегодня этого не хватает. Сегодня в мире пропагандируется равенство, сегодня в мире пропагандируется то, что вот она должна быть такой, что ни в чем мужчине не уступит. Даже может и подраться с ним, да? Но это не женственность. Женственность, она подчеркивает особенную ее значимость как матери и как той, которая дополняет мужа. Дополняет. Верность и благочестие. Это тоже очень важные такие моменты, да? Муж написано уверенно, сердце его в ней. Вот. Благочестивая жена. Так некогда, вот эти жены благочестивые, хорошие, мудрые, они делали все правильно и верно. Радость и оптимизм. Она смотрит радостно в будущее. Не боится ничего. Она контролирует свой язык, потому что при многословии не миновать греха, а держивающий уста свои разумен. Миролюбие и прощение. И сказано, и довладычествует в сердцах ваших мир Божий. То есть, она всегда настроена на мир, она всегда настроена на уважение, на ценность вот этих всех качеств таких хороших. И постоянное общение с Богом. Она в молитве открывает свои желания пред Богом. Мир Божий наполняет ее и все делает самым прекрасным образом. Поэтому, дорогие мои, вот так вкратце, если все сформулировать, получается, что Бог создал нас для межличностных отношений гармоничных. Второе, чтобы мы были равны и по индивидуальности, и по значимости. Третье, у нас разные роли и разный авторитет. И, как Слово Божие говорит, о тех обязанностях мужа и жены, которые каждый, выполняя ему порученное, будет достигать вот этой всей гармонии. Когда будет устройство, любовь и милость во всем. Давайте мы помолимся, чтобы Бог помог нам быть такими, как Слово Божие нас учит.